Льготное кредитование и субсидии убивают экономику страны. Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала анализ, где прямо заявлено, что государству пора прекратить заливать рынок дешевыми деньгами. Достаточно примеров в сельском хозяйстве, которое беспрерывно поглощает триллионы тенге. В результате, как ни парадоксально, производительность не растет, а их доля в ВВП только сокращается. В проблеме разбиралась моя коллега Зарина Ахмеджанова. Зарина, так почему льготное финансирование для бизнеса – это плохо? Мадина – это вопрос жизни и смерти для многих казахстанских предприятий. С одной стороны, государство пытается стимулировать бизнес, создает льготные программы, раздает дешевые деньги, но вместо производственного бума получает почти мертвые отрасли экономики. За шесть лет беспрерывного финансирования, а это сотни и сотни миллиардов тенге, сельское хозяйство не показывает никакую динамику роста. Это печальный факт, о котором сегодня говорят в Ассоциации финансистов Казахстана. Только представьте, с 2018 года, несмотря на стимулирующее влияние, их доля в ВВП даже уменьшилась на одну десятую. И это очень дорого обошлось для нашего нацфонда. По итогам 2023 года этот показатель составил 4,3%. Но даже имея такой объем, налоговые отчисления сельского хозяйства в бюджет меньше 1%. Некоторые компании живут только за счет вот этих госсубсидий. Они созданы для того, чтобы их получать и все. То есть эффекта нет от того, что они получают эти госсубсидии. Если мы говорим чисто по сельскому хозяйству, то у нас треть предприятий убыточны. Треть предприятий в сельском хозяйстве убыточны. То есть они уже должны быть банкротами, но они все еще живут. Льготные триллионы тенге, завернутые в фантик госпрограммой, начали вливать в экономику с 2010-го. Отмечает аналитик Рома Зандосов. Так в правительстве хотели нивелировать последствия глобального кризиса. Как результат, за 14 лет нацфонд сократился с 75 до 60 миллиардов долларов. Сейчас эксперты даже не могут почитать, куда и сколько было затрачено. Потому что льготные программы прошедших лет никак не систематизированы. Единого источника, сколько было госпрограмм реализовано, нет. Какие объемы выделялись в 2010-м? Это триллионы. То есть это триллионы тенге, которые выделялись на льготные программы. Почему нет отдачи? Почему мы не достигли диверсификации экономики? Почему наша экономика осталась сырьевой? Как было нефть более 60% в экспорте, так и осталось. В ассоциации финансистов Казахстана пришли к выводу, что кредиты бизнесу нужно давать по рыночным условиям. Как показывает анализ, в 2023-м банковский сектор выдал предпринимателям 16 триллионов тенге новых займов. Это на 22% больше, чем годом раньше. Больше всего кредитуется МСБ, даже несмотря на нынешние высокие ставки. Экономист Айдар Алибаев убежден, что Нацбанк должен максимально снизить ставку. Тогда казахстанцы на равных и конкурентных условиях смогут брать деньги для создания и развития своего дела без каких-либо субсидий и льгот. На бумаге получается, да, с одной стороны у нас получается, что как будто бы там, знаете, бизнес прямо тонет в деньгах, да, с точки зрения сколько выделяется. А на самом деле им достаются слезы. По пути все съедают чиновники. Самый нормальный прямой путь это обычные кредиты банковские, допустим, но чтобы они были доступны, чтобы они не были 20 с лишним процентов, как сейчас, а чтобы они были на уровне 4, 5, 6 процентов. Нормальный коммерческий кредит под какой-то проект взял, отдал там из прибыли. А пока в Казахстане замкнутый круг. Чтобы снизить ставку нацбанка, нужно уменьшить инфляцию. Чтобы уменьшить инфляцию, нужно меньше зависеть от импорта. Чтобы меньше зависеть от импорта, нужно больше производить и товаров, и услуг. А для этого бизнесу нужны доступные и длинные кредиты. Поэтому Мадина нам остается ждать прорывных решений от нового правительства. Ну и если говорить о развитии сельского хозяйства, то хочу напомнить некоторые цифры. В Монголии с населением в 3 миллиона 300 тысяч человек 71 миллион голов скота, ну а на стране при населении в 19 миллионов около 32 миллионов голов скота. Зарина Ахмеджанова о льготных программах кредитования.